Итак, раз Игорь Петрович сегодня оказался по работе волей судьбы у монумента матери, а сегодня у нас 2-е, 02-е, 2018-го года, 02-е, 2016-го года, 2-е февраля 2016-го года, то у меня родился спонтанный стих для моей матери, соответственно, вот монумент матери, Мама называется, сейчас, сейчас я придумаю ее, обмозгую, исключением стихотворения, для матери, так, что тут пешеходный сбивает меня немножко, но сейчас у меня все в голове при вас родится, и для вас, и для матери, и для мамы, нужно ближе подойти, вам не видно его, вот, монумент матери, видите, Мама, на солнце еще, блин, как специально, а сейчас вот за сосну, прекрасную сосну, ну, ладно, все, я сочиняю стихотворение. Мама, за все тебя я в жизни в этой благодарю, за то, что подарила ты мне жизнь мою, и посвятила свою, ну, больно, смотрите, никак не так, ну, давай, давай, старая пауза. Мама, за все я в этой жизни тебя благодарю, за то, что отдала и посвятила мне свою, жизнь свою, нет, да, 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 ты знаешь, насколько сильная, я тебя за это благодарю, и говорю тебе, люблю, вот, как-то так, да, мама, я тебя люблю, блин, любите, цените, кстати, смотри, блин, они вам все-таки жизнь подарили, мама, это первый, первый любимый человек, ну, как, тут у меня вот еще пакеты, если нет, курьером работаю, с моим пакетом, он ничего не имеет, ну, а не не автоматили, ну, как-то, народу много столкнулось, Все, весна пришла и тепло нам принесла. Светает и плывет, цветет. Здесь у нас стихи соседи по пути. Сегодня пятница, кричит начальница. Вы можете идти домой, говорит директор мой. Вот такой вот спонтанно очередной по пути родился стих мой. У меня родился стих мой. По пути сработаю домой. Люблю вечер за то, что практически не побеспокоит уже тебя никто. Вот по возвращению домой. Смотрите, кстати, как яйцо. Интересно сварилось, оно просто разбилось в кастрюльку, когда его спускал. Так, вот по возвращению уже домой. Это как будто яйцо с ногами. Куриное яйцо с ботинками. Ботинки на. С ногой. Так вот, сейчас как раз у нас уже пять вечера мы до пяти работаем. По пятницам до четырех, сейчас пять, пять часов шестой пришел домой. И вот люблю вечернее время, потому что в данное время практически никто уже не побеспокоит. Ну кроме знакомых. По работе уже мало кто, кроме знакомых или родственников. Вот. Но это я не считаю беспокойством. Но не об этом речь. Я нагулял сегодня очень много мыслей для размышлений. На такие различные темы, как зависимость компьютерная. Все о девушках еще. Наконец-то я понял молчание девушек. Ну я как думаю, что понял. Если девушки сопосятся, кто послушает вообще девушек. Одобрение поставьте или неодобрение. Можете даже ничего не писать, а просто одобрение или неодобрение. Я все разоглю сегодня. Нагулял то, что сообразил, что такое молчание девушек. И зависимость вот эта вот компьютерная. На это я все свежу. Вот это вот смотрите, в чем я веду. Уже начинаю размышлять. Компьютерная зависимость тормозит. Вот это вот все видео игрушки и все. Я сам по себе еще. Хотя нельзя по себе судить. Ну а по кому еще? Извечен опыт на штамбу. Компьютерная зависимость тормозит развитие человека. Ты там сидишь и не развиваешься в компьютерных играх. Только тратишь не только свое время, здоровье. Это точно от сидячего образа жизни. От сидячего образа жизни. От малоподвижного образа жизни. Вот. Еще и к тому же проблемы в развитии у детей. Вот поэтому те, кто взрослые смотрят, от величинного опыта, уже говорю вам. Ты здесь не развиваешься в компьютерных играх. Только уходишь от реального мира. И вот это вот, кстати, интерес дает твой. Интереснее, чем развиваться, что-то читать. Вот сейчас я все свежу две темы. И помчание девушек. Я понял, в чем сейчас. Я расскажу, почему девушки молчат иногда. И они ждут каких-то послов и выбирают из-за этого. Ну, из-за мужчин умных. Они потому, что сейчас все есть. Начитанные и развитые. Это не только от того, что от скромности они молчат. И стесняются. Вот я сейчас понял все. Ну, с возрастом начинаешь понимать. Я сейчас сам, потому что тоже, ну, развиваться стал, стал понимать. Иногда просто тоже сам молчу. Смотрю, что некоторые люди уже умными фразами, вот и заученными, чьими-то пользуются, не своими. И ты понимаешь, ну, или подбирают своими словами на чужую заученную фразу, по чужим словам, как говорится. Вот. И так вот, девушки, это все образованные, особенно сложно построить отношения с образованными девушками, начитанными. Которые это все прошли уже, все перечитались, куча книг, статей и так далее. Вот. Они настолько, поэтому они молчат, они все это знают уже иногда. Думаю, зачем мне мне что-то, что-то говорить. Говорят, если я тоже читала, знаю, что знаю, уже знакомая фраза, когда боли мне. А то он хочет, вот, например, пацан, да, вот так, сейчас сядем поудобнее, бреснуть своими знаниями. А она уже это все и так знает. Просто она сейчас будет сдать от него не то, что она бреснет знаниями. Она будет сдать от него, как он по поступкам будет выбирать мужчину, партнера и так далее. По каким-то, как он себя проявит, например, в той же любви, как он с оригинальностью. Потому что она и так вот это все знает. С этими фразами ты ее никак, ну ее точно не получится. Ну, они, конечно, любят все в шами, но вот этими вот фразами заученными и так далее, умными, веснуть знаниями, как говорит, ты, особенно передуманная девушка, и не получится так этим взять ее. Надо к каким-то поступкам именно, она будет видеть, как ты, например, относишься к своим родителям, что у тебя маму как раз затронуть ее. Как ты любишь маму, как она так же будешь и детей любить и так далее. Вот эти вот и поступки для нее там какие-то, как ты к ней относишься, как ты их будешь ценить, они то, что там блеснешь знаниями. Она и так умеет тебя, она все начитанная, особенно сообразованная. Вот эти вот я стал замечать, кто же, иногда сейчас молчу, понял, почему молчат девушки. Они выбирают, как ты покажешься в той или иной ситуации. Как говорится, молчание золото. Сейчас я что-то сообразу подойдет. Да, а вот эти вот все компьютерные видеоигрышки, это зависимость, цифровые наркотики современности, как я их называю. Я уже давно не раз в предыдущих видео размышлял. Это все тормозит развитие детей. И зависимость. Ему интерес, потому что у него только игры, там, побеждать и так далее, стрелять. Есть и умные, конечно, игры. Но все равно все это, плюс, и дача образ жизни. Поэтому задумайтесь, родители. Вы меня, конечно, можете не слушать. И скажете, и не согласны со мной будете. С возрастом только это все приходит. Вы не или сами, это или лично опыта. Но я просто из лично опыта пережил. Сейчас вот начал читать, немножко развиваться, как мне всегда, и стал осознанно-неосознанно понимать, что вы тоже послушаете. Ну что, я неправильно говорю, что ли? Кто подумает, что правильно говорю, те поддержите, а кто нет... Ну я не знаю. У каждого, конечно, свое мнение. Но тогда, хоть и докажите как-то в словах или еще те, или похожи мне. Может, просто, данное видео кому то не нравится. Я тоже это понимаю. Высказывать вам не надо, но вы можете кому то не нравится, просто сразу не это нравится. Как это два и дизлайк, в современном мире говорится. Просто нравится, не нравится. Не нравится данное видео, не нравится, проходите мимо. Вот это и я, главное, что из личного опыта делюсь сегодня нагулял мысли хорошо погулял по работе вот только вернулся для размышлений очень много так как то все получилось сумбурно и быстро потому что у меня все спонтанно изглует так и прут мысли так вот да девушек я понял молчание девушек это начал их понимать потому что они образованные читаны всеми вот этим заученные фразами даже там и просто преобразованными в свои слова но это все зачитано я уже начал тоже теперь сравнивать внутри иногда читая там в группах пользуются заученными одними и те же фразами одними и теми и даже девушки пользуются я уже понимаю потому что я сам это читал и слышал подобную фразу или она переделана ага а ты это по чужим словам списала блин говоришь хочешь переснуть типа своими знаниями ну нифига потому ты от себя скажи своими словами вот тогда да и если и вот и добиваться так же девушка добейся какими-то поступками а не вот этими вот словами заученными тем более она она тебя сразу раскусит особенно образованная девушка ты не прокатит если не будешь пытаться сими-то чужими словами даже переделанными ну то есть чужими но переделанными словами все равно не получится как он говорит по старинке захомутать а по современному подцепить не получится заинтересовать девушку блеснуть как-то хотела хрен-то там потому что девушка и так образованная вот поэтому они молчат но что-то одно и то же когда говорится они слышали бы что раз ты не читали об этом они знают что ты это прочитал но хотя тоже будут выбирать ну вот мужчина интересует значит он это читал значит я говорит читала значит вот пытается начал начитанный уже что-то плюсик но дальше какой еще там про висяток там или как мужик они вот ждут ну мужстинок конечно таких поступков не насильно там брать или силу появляться и о других поступках мужских тоже но например защитить ее от какого-нибудь там например группе яна или так далее кто там недостает вот это на цене что защитник силу сильные защитники что ее ценишь любишь подарками и можно открыть поступки да если она будет принимать все же не понимает что то дает другого от тебя вот мы умеем там творчество проявить им стихотворение от себя вот именно потому что она начитанная опять я говорю чужие стихотворение она сразу поймет что это чужие а от себя сразу видно будет что ты пытаешься стараешься как-то ради нее что ты действительно ее любишь и ценишь во так а теперь зависимости к истине пришел в том числе а зависимости компьютерных стоящих когда тормозит все это развитие они его и это в виде игрушки и все это интернет в интернете как раз в соцсетях интернете там можно начитываться и так далее но ты меня что-то идет и игрушки все это зависимо вот это тормозит развитие сам сейчас стал до ушел от этого начал заниматься прокурору что это размышлять и читать что-то умное умные статьи там и так далее высказывания умных людей прошлого и современности и стал задумываться и понимать и осознавать и видеть что действительно что с развитием стал развиваться немного чем-то интересоваться и увидел что вот этот интерес как сказать ну в приоритете над тем интерес которыми я раньше интересовался ну как сказать полезнее чем вот этот видео игрушки которые меня стопорили в развитии просто ну кого-то там победить убить ну что ты сейчас или станешь в видео игре в виртуальном мире ну победишься и там станешь якобы опытнее там по уровням где-то там в рпг какой-нибудь игре ну это поймут сейчас герман на уровень там повысишься а в реальной этой жизни ни хрена ты не повысишься так и будешь сидеть выйдешь да еще и полным пойдешь и нифига так уже не убил ты там в видео игре а на реальной жизни что-то только агрессии добавить там нифига не разорвешься не развивает это деградирует вот это слово отзывает видео игрушки деградирует человека как личность так извиняюсь это деградация происходит вот в видео игрушках это стопорит развитие человека а если ты читаешь что-то развиваешься что-то умное интересуешься в реальной жизни вот это вот развитие оно и пригодится ну и видно он даже сейчас идет по человеку разговаривать даже уже понимаешь по его словам откуда он это взялся например прочитал какими словами пользуются я всегда и фразами выражения ну вот как то вот так вот то есть все это взаимосвязано а вот я о девушках поговорил что ли связь уловил и с развитием с этими цифровыми легальными цифровыми компьютерами наркотиками современностями тоже современности а легальные цифровые наркотики современности вот это вот все не более того оно оно как зависимость как у наркомана оно только вредит никакой пользы стопорит это развитие задержка в развитии происходит и так далее ну вот как то так а девушки да вот я девушках и поговорил об этом промышлял если девушки согласно с тем что я сказал особенно про девушек части или отчасти согласно одобрять и нет так нет или просто проходите мимо или что-нибудь напишите в комментариях я вас не заблокирую не удалю комментарии с ним будет умный тоже и доказуем это или просто что согласно там чему-то типа этого кто не согласен тут может мимо пройти но оскорблять точно не надо у меня сразу такие комментарии безоснованные оскорбления уже не раз говорил будут удаляться а их авторы блокироваться банится закрывать канал доступ к своему видео каналу так что думайте прежде чем что-то будет писать в общем умную подытожим в общем умную образованной начитанную девушку умом своим ты ее не удивишь если тем более он слабее у тебя ум чем у нее уже не удивишь этим ее она будет все тогда другого от тебя или ты настолько же надо быть образованной начитан как она тогда она еще будет наравнешна или еще умнее там в сферах что ты чего-то добился и так далее вот ее таких только мне как мог мне кажется или наоборот чем что ты проявишь себя в каком-то поступке будь то там ее или защитишь или спащешь она как защитник восприметь но это лично не могу внешне ошибаться либо она воспримет тебя ну вот там не знаю еще хорошо если будет образованность сила и так далее или творчеством каким-то там ее можно удивить там поразить когда настойчивость там какой-то нет настойчивость не знаю поражать мне не это другая не хотим о том что не раскопка в монологах вот а вот чем же их можно делить это я сам то я особо потому что не добился девушки пытаясь и так и так уже добиться умной образованной силой не взял это сначала значит и умом что нельзя умнейший кайф который пришел вообще по нулям образованной в 2014 году 2017 уже оздоровился занялся силой тоже не взял сейчас вот пытаюсь третья попытка творчества и стихотворениями и так далее пишут тоже если уже этим не возьмешь то я уже не знаю чем умом у нее не взять она более образованная и начитанная и умнее меня намного так что пока не знаю вот третья попытка прибыли я в третий раз меня и так вот это там посылают и заявление в полицию и когда вторая попытка была собрались писать на меня тогда я не знаю будет ли третий заход время покажет и каким он будет а пока развиваемся ой все это тяжело надеюсь божьей помощью справимся благо мы разносторонняя личность и и не сдаемся вот настойчиво всю жизнь возможно малорешительны но настойчиво это точно и не сдаемся а да вот цифровых наркотиков надо действительно уходить и уводить своих детей пока не поздно это это как сказать это бездна, утопия или как я вообще там буду выретить свет прайм это путь в никуда ну правда это все в пустую как говорится вот эти все эти горышки и так далее зависимость то есть от этого интереса пагубного нужно найти детям особенно другие интересы в жизни какие-то более полезные это пагубное во всех смыслах и в смысле развития и в смысле здоровья так что в смысле умственного развития одна сплошная деградация да и в плане физического развития тоже пагубное это все сидячий образ жизни и малоподвижный образ жизни это вообще капец к старости можешь не встать даже в свое место я серьезно говорю личный опыт у меня 34 года 34 года с 20 до 30 я вот этой фигней маялся со мной по себе эмоции на них хрена не развился вот сейчас сами видите дворник заплата 10 тысяч рублей то есть вот смотрите если не будешь развиваться и учиться то дворникам тоже возможно все что из-за тебя получится а потом за голову будешь браться хотите верить хотите нет вот это все не пустые слова и в физическом развитии если будешь долго сидеть за этим всем монитором и так далее то будешь еле-еле уходить в старости вспоминать блин, что же я в молодости в свое время потратил на вот эту херню почему мне никто не подсказал что это все пагубно вот а время очень быстро пролетит с 20 до 30 лет вообще это как один день всего а два, три я серьезно говорю потом будешь до головокупаться а вот лаза у меня случился я в случае рассказывал мне раз что и меня мой образ и все влюбился в девушку и ее отказ послужил за ее отказ послужил за ее отказ послужил на стимул изменить себя и свое прежнее угрожение ушел в спорт прогулки, творчество и так далее а вот это вот если бы я сидел я бы уже сейчас не встал в 33 года у меня уже не было в 34 где-то мне сейчас 34 я в 30 лет уже еле вставал с постели еле вставал задыхал 120 кг когда начал весить сейчас 70 я просто летаю по всему городу пешком хоть так и я не ходил а так и ходил через весь город по 10 км в день и так далее нисколько не задыхаюсь тут вот фу неизвательно посреди туда я не мог пройти от одной остановки в другой я задыхался серьезно вообще весь спорту с платочком ходил вот и сейчас благо после 30 лет то есть видите в любом возрасте когда перешел на всю гречку на все на более полезные продукты питания вообще блин такая легкость перестал отдыхаться и летать стал по всему городу ходить и раньше от одной остановки до другой оказалось далеко дойти но когда начал полностью автотранспорт отказался перешел на пеший ход от одной остановки до другой походил постепенно оказалось не так далеко потом до второй потом третий а потом через весь город начал идти да блин город маленький оказалось хотя бы на большом хоть и тискан так все рядом оказывается туда-сюда ты же знаешь весь город когда изучил практически вы же знаешь как лучше тебе срезать чтобы быстрее дойти как обойти что а то в пробках стоят смотришь людей как мучаются там тоже матерятся сигналят друг другу я думаю сигналите выйдите из машины пешком лучше пройдите и полезнее и экономнее и финансов у меня успят зарплаты 10 тысяч рублей в месяц а на 7 живут теперь все понял что просто даже не на что ездить то было и ходить бы еще не смог поэтому жизнь как говорится сама так вот как-то сложилось что я теперь пешеход со стажем как и все на то вот как то так то есть уже 4 года ухожу с 2014 года когда мне было 30 лет сейчас мне 34 и 2018 год после знакомства с той самой фармацевской девушкой который влюбился Екатериной он снова на эту тему перешел ну а как видеть эту тему ну все равно она все к этой теме ведет любви влюбленности как она меняет людей преображает меняет их прежний образ а сам человек так не поймет что он умедленно но верно умирает пагубно может только когда ему станет за 30 или в старости вот как мне за 30 тогда может дойдет до него а до этого будет дай мне чем надо или нет остальное все ягнят мне там говорят это нормально и некоторые сами понимают но не могут избавиться от этого пока говорю у них серьезное потрясение в жизни не случится или будут уже на пороге смерти в могилах стоять так говорится одной или другой могиле тогда только берутся за голову и вот к таким вот советуем никак не советуем просто к таким словам в пальце слов потому что имеет смысл к таким словам начинают относиться более как сказать не то что доверительные довериться никому в жизни не доверять или доверяй на проверяй или еще лучше перепроверяй но более как то сказать таким словам что ли прислушиваются сами начинают как бы относиться уже по другому в общем не так как до этого относились как сейчас мои слова молодежи послушали только опять будет у них хихихаха у них постоянно хихихаха ничего посмеяться пока их самих не коснется что подобная жизнь тогда они скажут а вот этот мужик же правильно говорил вообще-то есть в его словах смысл какой-то но молодежи их хихихаха хихихаха тоже можно объяснить почему они спутят потому что еще ввиду своих лет тоже мало прожили уже мало что сами испытали но не все конечно у кого-то раз бывает сложная судьба кто-то вообще без родителей что-то кто без родителей бездомные наверняка поймут сразу о чем я говорю ой те отнесутся более как-то к таким словам что ли понимающие не то что вряд ли но понимающие вот вот это слово понимающие а те кто хихихаха особенно папкины мамкины дочки там богатеньких родителей ну как сказать ну тоже вот так нельзя говорить состоятельных ведь тоже люди струдились наверно как-то состояние себе это сколачивали забывали зарабатывали опять это слово не то сказал зарабатывали тоже и детей своих имеют право тоже почему нет в достатке воспитателей тоже я вот ко всему отношусь с пониманием вот это слово поэтому особо никому претензий никогда не предъявляешься или понимаешь отношусь к людям потому что разные бывают люди разные ситуации но сами вот эти вот дети ну и тоже можно против потому что они еще дети или молодежь подрастающих подростки сами они этого пока не осознают и не понимают что так вот в случае такие бывают жизни и что к чему ведет такой пагубный образ жизни возможно не понимают но не осознают это разные вещи понимать или даже делают вид что понимают лукает да да конечно ты правильно говоришь а самим пофиг до поры до времени пока их самих в жизни нечто подобное коснется если вообще коснется нет так вот те вот кто сидит или игрушки так и будут все полнеть 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 организм будет тяжелее тяжелее полнеть два шага могут уже не ступить к старости пока самим человеком что то не произойдет причем даже несколько раз даже иногда у человека все равно не изречивается второй раз уже судьба его там или жизнь все равно не изречивается и только на третий раз когда где-нибудь совсем уже ему тяжело будет приснуть вот тогда он начинает думать блин ну я уже не могу все надо что то делать в своей жизни я бросаю например пить, курить или от этих или игрушек уходить пагубный образ жизни пытаться менять я говорю запустил тебя что же я делал за голову что же я делал в своей жизни раньше посмотри на себя ты же блин что тебе пять стихами говорил ты же обрано говорят свинья это не про всех вообще про некоторых вечно которые не следят за своим здоровьем за собой ведут конечно тоже нельзя так говорить у всех же разные я говорю судьба разные шапагов не от хорошей жизни тоже ведут там или алкоголь уходят или они оправдывают их или грабят кто-то там не от хорошей жизни но все это тоже бывает что не от хорошей жизни потому что бедность в России известная вещь не вещь как назвать это одна одна проблема в России бедность сам бедный но особо не жалуюсь привыкаю просто привык я привык к труду к трудностям жизни с возрастом поэтому знаю что бедный сам десятку получаю в месяц но на 2018 год это маловато чтобы прожить хотя один жил за коммуналку получил три штуки стоит на 7 тысяч живой в месяц даже не живой вот так вот так но научился просто распределять финансы свои все гречку купил на неделю ее хватает гречка, вода, кефир творог и все на неделю тянусь в боковку гречки например 5 пакетиков по 100 грамм сварил на пару дней на кефире гречки живем но зато не помним я уже не раз себя показывал так что все это слова подтвержденные фактами ладно а тем кто уж совсем не верит что у меня такая зарплата я могу даже вряд ли я буду делать вряд ли до такого дойдет сходить в бухгалтерию взять расчетку нам что-то их перестали уже давать год или два стесняются что у нас такая зарплата могу взять расчетку и показать что я действительно десятку получаю сейчас даже меньше 9700 что ли получил в посредине месяца все сами убедитесь в расчетке все будет написано зарплата 10000 в месяц вот так вот и живу я не живу желаю но стараюсь как-то жить просто жить да и вообще в жизни я не привык кому-то врать я серьезно серьезный взрослый человек потому что знаю что посредством жизни я не знаю поэтому всегда честен прелесть все операционен собой да если личный пример брать то лично мне просто учеб почему-то сложно давалось я не знаю интерес был учеба обычная интереса не было когда я учил начинал в девяностых никогда раньше даже я с 83 года рождения в девяностых когда я учился тогда еще только это все начинало особо не было зависимости это не все мне было чтобы тогда еще не начиналось тогда только дэнди появился я потом ушел у нее ну это же с пятого до пятого до четвертого класса а кстати нормально а нет все таки есть зависимость вот она интерес вот и истина снова пришла интерес поменялся и стал плохо учиться вообще-то да вот 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 сейчас сам логику до четвертого класса я более-менее учился в пятом классе когда меня уже в деревню перевезли до четвертого в деревню учился в село Каданское потом в пятом в город перевезли в Тюмени вдруг познакомил с дэнди потом с компьютерами все и началось вот где я начал интерес потерял в учебе пропал вообще интерес вот там-то я начал ну давайте про себя деградировать а сейчас вот когда уже тридцать лет за голову взялся в шоу ты и нарадуешь жизни и так далее начал развиваться читать где же я был раньше вот в чем вопрос зачем меня мои товарищи зачем вообще-то вот это цифровые действительно наркотики современности все и для них пагубные если бы я с этим не познакомился я бы учился лучше у меня бы сейчас в образовании все точно было бы лучше я сам по себе уже и работа бы наверное другая была сейчас говорят никогда не поздно учиться но у меня уже сейчас просто сил на это нет времени один живут сейчас просто читаю интересуюсь чем-то новыми статьями ну особо это ну да еще маленькая ленивая еще возможно в этом все но сейчас меньше уже лениваюсь чем раньше стал больше интересоваться чем-то но опять таки когда все на тебе одно времени мало уже ну что будет сейчас там остается работа работа еще по дому стирка уборка варка глажка вообще время очень остается потом рано ложиться потому что я еще пешком хожу по городу работаю 5 км рано ложиться приходится спать и рано вставать в 5 часов утра а иногда ложусь в 8 вечера иногда в 10 вот иногда позднее но туда не высыпаюсь ни хрена в последнее время вот таким творчеством опять занялся то что дело при вас иногда задерживает еще и в соцсетях интересуюсь чем живет город Тюмень вот там пока прочитаешь все новости пока вот эти вот видеоролики снимешь за еще чуть-чуть за меня небольшой заработок небольшие копейки все думаю пока 100 долларов не наберется у меня сразу год идет просмотра на 100 долларов тогда только мне 5 тысяч рублей идет там перевод в 100 5-6 тысяч рублей по разу вот это я совсем не заработал все ютуб монетизация на ютуб на ютуб на видеоканале это совсем так подработка ну творчество мне больше нравится от души делать для души просто вот все время предпровождение я уже не расходил заинтересован одинаково он сумел какой уйти не в чем вот творчество для души свободное время так вот о чем я да все это мало все равно дает финансовом плане мало чего дает да нам конечно тяжело когда на те все время и все это понимать совсем времени свободно что постоянно чем-то занят всю жизнь свою зато как говорится некуда скучать вот единственный плюс вообще некуда скучать абсолютно то есть если так рассуждать то это получается еще и попытка да сбежать от проблем остальных неудач там в любви и так далее вот этот быт работа постоянные спорт физическая активность физическая нагрузка постоянно до предела доложу зато под конец под завершение точнее рабочего дня такое облегчение когда ложишься позанимаюсь я совсем не могу покушаешь вот душ примешь и ложишься вот она настоящая жизнь только так после тяжелого рабочего дня и так и думаешь вот ты живой тогда чувствуешь жизнь а до этого ты ее даже особо не ценишь начинаешь понимать что такое жизнь только после каких-то серьезных трудностей или там потрясений страданий вот тогда ты понимаешь начинаешь ценить жизнь начинаешь понимать кто такое жизнь что такое быть всего начинаешь любить жизнь как говорится в липс там я люблю тебя жизнь я знаю что это взаимно вот совсем уже кстати стемнел надо завершать потихоньку или вот еще полюбите спорт и он обязательно ответит вам взаимностью хоть кто то ответит вам взаимностью вы понимаете вы понимаете думаю значение данной фразы выражение ну все вроде бы поговорил обо всем обо всем снова выплеск накопившихся эмоций за рабочий день надо же было где то чтобы разгрузку эмоциональную сделать стало легче ну так поговоришь самим собой становится легче одинокому человеку а иначе никак спасибо всем за просмотр с вами был Игорь да почему я делаю так со своим организмом поступаю не потому что не только потому что мало зарабатываю и по другому никак не остается а потому что еще всю свою жизнь живу по принципу считаю правильным еду и отдыху нужно заработать заслужить но это лично мое так даже если я сейчас уже не поработаю или физически там или умственно даже мне как то естся это неприятно было у меня такое а так поработаешь все ты служил говоришь слава богу за все что ты мне даешь все и и поешь и станет легче вот тогда да заслужил а так как то не так но это лично у меня заслужил заработал не знаю заслужил или заработал это я не издеваюсь на церкви просто так уже привык для себя я считаю так правильно правильно как говорится заслужил заслуженно честное и как сказать справедливо правильно на от обеда отдохни а так не поработал ни хрена не заслужил так и не поешь к тебе своим организмом разговаривал так и бывает иногда вообще себя устраиваю ну как сказать разгрузочные дни я уже рассказывал в предыдущих видеороликах что иногда вообще целый день не ем но это лично потом зато становится легче когда покушаешь очиститься свой организм и потом чувствуешь легкость в ногах особенно легче становится становиться легче сам вот разгрузочные дни старая недостатки раз в неделю вообще но это лично под мой организм только за себя говорю не знаю как для других как моему организму привычнее лучше по себе уже по своему личному организму да и вообще спорт у меня не только я говорю может кому то тоже пригодится не для всех организмов не для всех как говорится у каждого своего организма не давать например спорт например раньше у меня болела голова потом открылась такая истина как ее залечить даже если тебе сильно больно в голове и ты не можешь уже не находишь место я блин наоборот позанимаюсь спортом еще через боль прижимая и через спор проходит у меня головная боль серьезно я не знаю открытие но ты не можешь кажется какой спорт болит башка во всех висках стреляет ни хрена или поджимаешься если у вас нет штанги или что-нибудь бежишь вот эти от себя поделаешь все голова проходит через некоторое время или там на выгибание поделаешь упражнения гимнастика как она йога не ул не знаю тоже это помогает вот так вот научился лечить собственно головной общения разгрузку делать наоборот нагрузишь а потом через пост что это выйдет вот возможно открытие для медиков которые многие не знают через таблетки лечат через всякую херню херню только портит на самом деле одно лечит другое лечит всем я предпочитаю помучиться таблетку или позаниматься чем торопить таблетку в последнее время потом конечно это безвыходная ситуация понятно что таблетку будет потому что совсем не могу померяю чтобы больше в течение времени ну вот открытие лично даже наоборот сейчас даже устал с работы немножко начинал а сейчас позанимался пауза делал на новом еду истает уже легче значительно но пройдет не раз такой без таблеток вот такие вот открытия физкультура и спорт полезно это без обсуждений а то некоторые просто говорят это самое развлечение только занять себя временем развлекает для спорта развлечения просто самого себя занятия чем-то нет все таки он оздоравливает я могу уверенно сказать лично опыт лично еще я оздоравливаю занятия спортом но это вот у мужчин идти у меня в будущем знаю по сути fret обπου блестят жизни совершить дня сменик навроде поготребы дороже питание пересмотрен этот itas с мертвы меньше питаться неправедливо человек холи больше именно знаете, потолстеешь, так понятно, так истинно, вот, а мужчина еще и помогает спорт, вот эта физическая активность, если ты после рабочего дня, так как разгрузка организма, позанимаешься, если же однокопленная усталость, наоборот, еще через усталость, следующий, дашь организму, выйдет через спорт, через все-таки, станет легче, потом еще ляжешь, все, все, все рукой снимаешь, без таблеток, вот такие вот секреты лечения, а то у медиков-то понятно, это же их работа, там, напичкать пациентов, чем больше пациентов, больше денег, они, конечно, вас с таблетками запичкают, но это и вылечит, возможно, время только у вас вылечит какую-то боль, а сам найдет человек, если ответы, как вылечите, это придет только с опытом и так далее, с возрастом, как еще другие альтернативные пути лечения, самолечения своего организма, кроме как таблеток и походов по врачам, которые кучу таблеток на 10 тысяч там выпишут, еще не факт, что поможет, одно вылечит, еще факт, что еще не поможет, ну, еще, еще может, возможно, такое быть, одно вылечит, но другое заболит, одно налечит, другое полетит, потому что побочные, те же аллергические реакции, которые дали на таблетки, какие-то компоненты таблетки, это все медики же вам не расскажут, потому что у них работа такая, лечить пациентов, зарабатывать, это же их работа, у медиков, зарабатывать на людях, у которых какие-то, возможно, даже временные болезни, у кого-то постоянно, ну, в общем, на болячках людей, у медиков такая работа зарабатывать, которая называется лечить, еще по-другому, в каучках, ну, как в каучках, лечат, да, некоторые, тоже гласловно, конечно, нельзя, просто они учились на это, и знают, что, вот сейчас, наверное, такая тоже истинная мысль у меня закралась, они знают просто, что временно возможно, как помочь, или на себя, подсадить его на какую-то таблетку, или временно заглушить боль, чем какой-то таблеткой, какая действует там свойство таблетки, химическая реакция на ту или иную, сейчас я сам соображаю, на ту или иную, действует, ну, клетку организма, или, как сказать, болезни, то, что, вот сейчас воспаление, например, какое-то у него, знают, как это воспаление, или там, убрать, какой химическим составом, таблетка, он говорит, химический состав, таблетку фольт, вот, как воздействовать на это, чтобы временно заглушить боль, чтобы или на мозг он повлияет, если подъятовый мозг приглушит боль, ну, что я сейчас, вот сейчас все обувину мысли, о чем я сейчас вообще рассуждаю, я сам не имею, я просто соображаю, химию уже изучал, биологию изучал, вот, в школе, в школе, гуманитарии у меня были все на 4-5, вот, и вот мая только временно приглушает боль, но не лечит, и лечиться можно, только стимулируя свой организм, поддерживая его, ну, и не усугубляя вредным чем-то, или неправильным образом в жизни, там, тем же курением, малоподвижным образом, и так далее, более активным, все-таки питание, более полезное питание, чем не полезное, будет полезнее, и более активное образ жизни, чем менее полезное питание, и менее полезный образ жизни, если вести в боках, вот, где истинно, и тогда, возможно, без всяких химических составов, можно под названием таблетки, лекарства, лекарственные препараты, которые выписывают врачи и медики для своего заработка и повышения своей квалификации, опыта, потому что они, медики, далее, зарабатывают на болячек других людей, для них мы, как, ну, не все, конечно, для них мы просто, как пациенты, заработок, саморазвитие, повышение своего опыта, своей квалификации, профессиональной, чтобы не терять свои профессиональные, как сказать, профессиональные навыки, квалификации, не знаю, в общем, мы обо всем еще не поговорили, я тебе тоже сам запутался, поговорили о девушках, и в секретах, уж извините, если я раскрыл, и вообще правильно ли я сказал, интересно, нет, то о том, что понял, почему девушки молчат, тем не развился, что пришел, возможно, к истинникуму заключению в ходе длительных своих размышлений снова о налогах, и о медицине поговорили, и снова-таки об этих пагубных, легальных компьютерных, пагубных, легальных, цифровых наркотиков современности, и во всем, об образе жизни поговорили, и о здоровье, о спорте, о чем-то так не поговорили, о девушках, любимая тема у меня, любовь к девушке, отношения, раскрыл, возможно, раскрыл много сегодня, секретов раскрыл много, хоть и длительных размышлений, монологов, раздумий, своих мыслей, сделал много выводов, снова очередных, кстати, вывод отключений, пришел к какой-то истине, спустя, снова, некоторое время, ну вот, к очередной истине, вот такой вот простой мы встретили, Игорь Петрович, города Тюмень, любящий размышлять в свободное время, в свободное от работы время, или по пути, размышлять на различные темы в жизни, размышлять, задумываться, ну и делиться опытом, из личной прожитой жизни, личным опытом, это сказать. И да, про медицину хотел, в совершении такие уточнения сделать, конечно, я не могу ошибаться, я же не специалист, и не обучался, поэтому, слушайте, не слушай, все здесь, каждое дело, оба дела, каждого самоучика, просто поэтому из личного опыта привел, что если действительно, даже если башка болит, чем-то позанимаешься, наоборот, оказалось бы, надо лежать, таблеток, ну вот, нет, позанимаешься, и это не то, что, наверное, через путь, может, возможно, там, нервы засимит, или еще чем-нибудь, а позанимаешься, ты его, ну, как сказать, и особенно гимнастика, или ход спорта, этот нерв, наверное, ну, как не на место, это не знаете слова, или, как сказать, расшевелишь его, этот нерв, он засемленный был, в том, его, с этими физической нагрузкой, и так далее, на место, особенно, вот, выгибания, или что-нибудь дело, и вид спорта, и встает легче, он может, разгрузка, ему, когда происходит, там, то нервы расшемляют его, как-то, может, через позу, это просто, может, потому что, какие-то упражнения делал, там же есть у нас нервное качание, и все, анчание в человеческом организме, какие-то точки, эти полевые, ну, медики, особенно, китайская, медицина, традиционная, знают все эти точки, это знают, наступляют, какая больная, какую точку, может, даже во время упражнений, я задеваю эти точки, это легче, массажирую, так сказать, но, в том, спорт, действительно, в плане здоровья, помогает, кто бы что ни говорил, кто бы что ни думал, кто бы что ни писал, лично из-за личного примера, из-за личной, физическая нагрузка, активность и так далее, помогает, не то, что сидишь, например, если целый день, мало подойдет образа жизни, и так далее, тогда действительно, все начинает, потом ломить, и так далее, и падеть, все начинает, и тело потом ныть, и башка может болеть, а когда поднимаешься, больше двигаешься, тогда становится, действительно, легче, причем, причем, значительно легче. У себя даже серьезно говорю, болела голова, пришел, когда я начинал даже этим аналоги. А сейчас поднимался уже тут ЛФК, но сначала лечебно-физической культурой занимаюсь, потом только тяжелую перехожу. Сейчас вот еще и буду делать переходить. У меня тут штанга до 90 килограмм делается, 70. Сейчас, я вижу, что тяжеловато было больше 70, не возьмусь делать пружинение. Позанимаюсь, еще через путь выйдет, и вообще затем лечься на это. Потом это заметно легче станет. Тоже по себе, наверное, не раз такое было. Но ЛФК, у кого нету, лечебно-физической культурой могут подниматься люди, у кого шкаф болит. То есть, тело, свои только нагрузка, вес своего только тела можно использовать, без нагрузки особо. Тоже можно, если знаешь, упражнения какие-то, там или на выкидание, или на что-то. Да любые виды упражнений физической эффективности. Вот. Возможно, это может помочь в оздоровлении, если там башка болит, или чувствуешь себя плохо после работы. То поднимаешься, и как рукой снимает некоторые боли. Ну, это лично опыт. Не знаю, как у всех. У всех разный, наверное, организм. Ну, смотрите, поможет, не поможет. Мне лично помогает. То есть, лично я говорю, из-за опыта. Лично для меня спорт полезен и оздоравливает. Не знаю, как остальное. Спорт и физическая, активная, физическая нагрузка. Гимнастика даже. Лечебная. ЛПК я очень называю. Лечебно-физическая культура. Ну, в лечебно-физическую культуру. Физкультуру, то есть, в лечебно-физическую культуру. Можете почитать, что входит. Там только упражнения в основном. Разминка и так далее. Ну, как сказать, на гибкость, там, на растяжку. Ну, тоже помогает легче установиться телу. Если тело скованное за день, защемляет его, там, нервы какие-то или что. То эта разгрузка такая помогает. Растяжки, там, угибания. Те же велосипеды поделать, даже разогрева сначала. В тонус, я, в свое тело привести. Или скручивание, на те же, ну, пресс еще проведать. Или наоборот. На растяжку, на мостик, там, и так далее. Угибаться. Махи, там, руками, ногами. Ну, чего пересеснять. Скручивание все эти, вот, ЛФК, все это тоже полезно. Помогает. Зарядка, разрядка, разрядка своему загруженному за день уставшему организму. Видите, вот, эти вот растяжки, кто-нибудь, там, прогибы своего тела. Это все еще гибкость и все укрепляет. Как сказать, что-то я тут уже заболтался. Видите, непрофессионал, наверное. Дворный, да, не образованный. Вот, что из-за этого. Полжизни прожег своих. Даже нормально сформулировать мысль, я не могу бы. Ну, в общем, физическая активность все вот идет. Ой, прогибы, растяжки и так далее. Все это, тонус, в общем, продается организму. Потом легче, действительно, становится. Все лучше, чем валяться или сидеть перед экранами или обжираться. Я лучше буду заниматься. Лучше и полезнее. Это уж однозначно. Действительно. И чем еще, лично меня отвлекаются вот эти вот принятия физкультуры и творчества, отвлекают от мысли о беде, обжираться, конечно, и контролировать порции. Все могу потом. Позанимаешься, немножко полежишь, успокоишься, свой разум и все. И в состоянии спокойствия ты контролируешь принимаемые порции пищи и не обжираешься. Вот интерес просто это меньше к еде, больше занятий себя чем-то или творчеством, или чем. Чтобы меньше оставалось времени на мысли о беде. Вот. Вот чем я хотел подытожить. Чем ты сейчас занимаешь. Это как бы даст спасение своеобразное, что ли. другое телеское занятие. Вот. Или чем тут сидеть. Лучше позанимаешься. До вечера так спасая себя. Решу вообще времени нет. Но ни на это не оставалось, ни на то, ни на обжиралку. Вот. Позанимаешься, позанимаешься. Так каждый день устану совсем и завалюсь спать. И завтра новый день работа. И то же самое спорт, творчество. и снова по кругу. Так 24,7. 360 дней в году. Всю свою жизнь. Как там говорится, будьте постоянно чем-то заняты в этой жизни. Это лучшее, верное, средство от всего. Совсем не жалею себя и свой организм. И не ленився. Трудоголик. По городу это еще тоже причины. Пешком хожу. В основном не только из-за финансового, что там выгодно. Но еще, чтобы занять себя чем-то, да еще для здоровья полезно. Ходить по городу. Пешком. Поэтому, ну, чтобы время куда-то ушло. Вот. Вот еще одна из причин. В то же время провождения прогулки по городу Тюмень. Пешком. Так еще и столько событий. Мимо подойдешь, слушаешь людей других. Интересно же, о чем они общаются. Вот. Интересно с другими людьми в социуме, когда ты как будто бы не одинок. Вот я даже подписал на своей ВКонтакте, на своей водарке на одной из фотографий, что я со всеми и ни с кем. Вот. Я как бы со всем городом всегда каждый день на улице ходил по городу Тюмень. Пешком. И ходить мне не лень. Вот сих пор я не понял. Получилось очередное. Гимн Курьера. Я его подписал. Однозвал обозвал. Хожу по городу Тюмень. Хожу весь день по городу Тюмень. И ходить мне не лень. Вот такой вот я здоровень. Или деревень. Да, по сути, по сути тоже, чтобы чем-то себя занять. На автобусах не езжу. Потому что полезно и выгодно. И чем-то следствовать за ней время. При прожжении по времени. Чтобы совсем не оставалось время. Говорю свободно у меня в этой жизни. В моей жизни. На всякие там глупости палубные. Ирина обжирала. Вот. Все по этим причинам. То-так-то да. Это время затратно пешком ходить. Нежели ты на автобусе проехал к одной установке до другой. По времени. Или ты пешком идешь на расстоянии. Такие. Вот. Это время затратно. Мне оно то и нужно. Это я сам трудоголик к себе. Поэтому я уже так привык. Это лично моя жизнь. Каждому свое фигури. Кому как нравится в жизни жить. Кто как привык жить. Вот так вот. У каждого своя жизнь. Не надо лечь чую. У каждого своя жизнь. Разные обстоятельства жизни и так далее. А также у каждого своя судьба. Ну и судьба, не судьба. Свой путь в жизни. Вот так вот. В судьбу мало кто верит. А вот в путь жизни каждый сам себя избирает. Это уж точно. У каждого свой жизненный путь. У каждого свой путь в жизни. И по какому пути идти человек каждый решает только сам для себя он выбирает. Более легкому или более сложному. У меня можно сказать и сложный и ну такой путь да, для себя убрал. Потому что как сказать и более привычный для меня удобный выгодный мне как-то привычный по выгоде потому что стараюсь экономить ну как вот протянешься такую зарплату не сейчас ну вот выгодно и полезно вот это мой путь такой сложный хоть сложный несложный но какой не смотря кому как но какой есть какой выбрал сам каждый выбирает сам и решает как ему прожить свою жизнь ведь это только его жизнь и только ему решать как его жизнь ему проживать наверное все на это хотя еще так подумал сейчас в ходе как раз упражнений на сегодняшний темах медицины как это действует и работает помогает видимо когда занимаешься даже сейчас подумал у меня мышцы начали кровь все у них гонять повышать тонус властичность что там я не знаю медики не сильно разогреваются мышцы все пульсирует аж ну как чувствуется кровь гоняет вот вот видимо кровь к голове подходит и тогда боли заглушаются не знаю как это работает на самом деле прям чувствуется что по всему тело как будто стучит кровь гоняет или что там пульсирует что-то вот после занятия и встает меньше башка болит я не знаю как это работает но как это работает в общем главное что действует и лечит не знаю только как а также не только помогает при зубной боли какая-то физическая активность нагрузка спорт он же но и на время например залетить зубную боль до похода врача мне помогало отжимания когда еще не было штанги ну лично у меня не знаю как устроены все организмы но почему как физическая активность поддерживать до устранения проблемы или совсем ее устранять но не зубной боль не устранить естественно без мешательства стоматологов хирургов и так далее хирургов стоматологов хирургов и так далее но вот с больной головой с проблемами с головной боли вот помогает иногда лично меня оздоравливает физическая не знаю как это работает не буду врать но говорю факты как у меня лично с моим организмом голова болит задний башка заболит позанимаюсь как рукой снять без таблеток в последнее время но бывает критически сильно болит придется все таки лично я вот не хочу рекламировать обычный кто он там как она называется это ну не буду все таки рекламировать аспирин 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 кислота или что она еще для сердца немного полезна потому что чтобы что-то другое не вредить я лично такие таблетки не да но это очень редкий случай употреблял только спортом подлечиваясь и других болячек лично мне спорт помогает например если ты устала в ногах наоборот почему так а ты позанимаешься и потом умоешься попьешь воды и ляжешь вообще рукой снимаешь еще легче стает всему организму прямо всему организму стает приятно особенно ногам все уставшие заняты я хожу много раз пешеход со стажем курьер потом позанимаюсь и приму душ попью воды лягу вообще еще свежий воздух приоткрою окна вообще стает койко всему организму приятно позанимаешься и проходят полечки вот при некоторых болезнях наоборот это поддерживает хотя бы если совсем уж как рукой не снимет то поддерживает ну в общем помогай но это лично мне это за свой организм я не взволю как для всех я на самом деле не знаю как это все работает как все устроено но рассказал как есть у меня из личного опыта из личной жизни сначала дашь нагрузку организму потом расслабишь дашь ему расслабление после наоборот чересчур сильной загруженности организма когда его загрузишь всем до предела а потом умоешься примешь душ прохладный прихладной воды выпьешь и расслабишься раздержишь дашь ему ну как по массажирующим мышц которые придешь в норм которые напряженные бури после массажа так сказать но но действительно легче но лично с моим организмом так не знаю как у других говорю не знаю потому что я сама очень как всегда его всем своими а надо бы почитать как мне будет время свободный интерес почитать как как это работает хотя вот этот цирк и все это то что даже вот медицина все все это наука и так далее сейчас оборудовую ну как хотела то же известно все же это и от людей исходит известно пока не так вот оставлял что то россии вот плюсик медицины вот сегодня я сколько раскрыл в своем организме вот самая лучшая на своем организме мы все так вот в интернете где там пишут все таки все же известно опыта а вот просто медики все эти вот знают все это знание у них уже кто-то оставлял после света информации на опытах и так далее медицинских вот они так и становились умнее мудре фитория уже на вот этих экспериментах и так далее один от одного человека другого он передается вот эти вот знания все и терпали вот оттуда и голод вот 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 я нашел сегодня как например колдунью боль свою лечить кому-то может это тоже поможет потому что я вообще сделал открытие в медицине вот сегодня запатентовать Игоря Петровича лечение в медицине хотя может и так уже известно я не читал просто не интересовал как это все работает я и со своей весной зимы может кому-то поможет голову как вылечить головную боль точнее я уже рассказал поджиматься там пора даже если тебе сильно обойно сейчас такой наверное секрет рассказал у них это возможно известный медиков и подгляд твоих гиппокарат и что они там никому не выдавать эти секреты медицинские а я вот откажу самому себя как излечить головную боль без таблеток у меня работает видите сегодня я вам что вы должны тайно рассекретить медицинскую хотя может это и не тайно а давно уже известно и известный факт и лежит на поверхности возможно я не знаю зато и величный опыт я сам к этому пришел величный опыт мало считаю считал об этом а так сейчас я больше стал читать что интересоваться чем-то в жизни все стало интересно мне интересен ваш интерес так интересно даже мнение других людей всегда читать стал статьи и так далее кто же к чему-то думает даже те кто-то ползал вvin меня не интересны мысль стали простых обычных людей особенно когда от себя сразу видно когда человек от себя пишет когда-то луч на фото и дальше переобразованную чу-то фразу преобразованное сразу это видно босса это года мне интересна именно мысли от себя самих обычных людей вот я лично цитирую в контакте в блогах об известном братом там когда обычный человек все об этом москва ты это цитирую больше Прямо фиксирую его высказывание, как цитату, именно обычного человека в последнее время. Мне его мысли интересны, мысли других обычных людей. Вот чего. Я запоминаю память просто. Я учусь у других, мы же осознанно-неосознанно, учимся друг от друга, принимаем что-то на свою память. Вольно-невольно, неосознанно, неосознанно, специально-неспециально. Иногда пригождается учиться, потому что не только на своих ошибках, но и на чужих. На опыте других людей обычных. Так что не стесняйтесь высказывать свои мысли и так далее, идей. Не только под моими видео. Под моими видео очень мало, а вообще об жизни. Потому что это все может пригодиться для других людей. Вот почему я оставляю все это на видеопамять. Все свои мысли и все свои истории из личного опыта, из личной жизни на память, на видеопамять. Чтобы кому-то что-то возможно подчеркнуть для себя, что-то полезное найдет. Нет, это нет. Но оскорблять не надо, мне еще раз сказать. Подроходить мимо кому-то не интересно. Это просто мои размышления, опыт из личной жизни. Это не дает права незнакомым людям оскорблять тот человек. У каждого свое может быть, конечно, мнение, но оскорблять безобоснованно особенно. Это я считаю лично, я считаю, неправильно человека. Необоснованно оскорбить и исчезнуть. Не доказать, почему ты так считаешь. Почему он, например, идиот или так далее, почему он гад, плохой человек. А ты что, умнее его, хороший. А ты докажи, почему. И в чем он не прав. Докажи, приведи факты. Покажи, подкрепи их фактами. Покажи, что ты сам добился, что ты сделал. Почему ты считаешь себя умнее того человека, которого ты оскорбил. А не просто оскорбить и исчезнуть. Хотя, конечно, ты не обязан что-то кому-то объяснять, доказывать. У тебя свое мнение может быть. Но безобоснованно просто ты лично мне, я считаю, не совсем правильно оскорблять людей. Таких людей мне особо не интересно, кто оскорбил и смылся, исчез. От таких людей я просто удаляю сразу их комментарии и блокирую доступ на свой видеоканал. Открываю доступ к баню. Потому что считаю, неправильно они так поступают, не совсем правильно. Подобные люди с подобными комментариями. А вот умные комментарии приветствуются. Реконструктивная критика обоснована с нормативной лексикой, так сказать. О, умно. А остальные просто проходите мимо. Неинтересно, не смотрите. Вот поэтому-то в последнее время мне больше нравится общаться с умными взрослыми уже, людьми, ну как сказать, более, так сказать, что ли, воспитанными, умными, в общем. И не слушайте. Ну все, наверное, на этом. И да, на последних надо все-таки, наверное, запатентовать. Сейчас шуточно скажу. Да и запатентовать шуточно, как выразился. Запатентовать один из способов лечения головной боли без таблеток от Игоря Петровича. Все. Если уж на то, пошел без лекарственных препаратов даже. Да уж на сегодня действительно очень много наговорил всем. В общем, спасибо за просмотр. С вами был Игорь. Сейчас еще кардио упражнение поделаю. Да и уже покушаю, помоюсь, да и к основному готовиться постепенно. Ну, видео ролик еще этот, данный салют, да и все. Почитаю новости еще и все. После тяжелых нагрузок я делаю еще кардио. Ну, кардио это, чтобы развивать для сердца, чтобы полезно и разгрузку дать. Тут сейчас тоже велосипед, бег и так далее, кардио нагрузки. Потому что надо сбалансировано. Ну, о чем мне рассказывать, я из-за рисунок это тоже. Все и так, знаете, там сбалансировано надо, чтобы и сердце еще в раз все делать. Ну, разгрузку давать, нагружать, чтобы баланс был между тяжелой третикой и 2П3. Ну, так, не знаю, не знаю, чтобы и ЛФК была, и лечебная физкультура входила. И тяжелые нагрузки, чтобы все сбалансировано было. Ну, так сказать, чтобы не перегружать, что ли, в свой организм. Разгрузку давать и тому, и другому. После нагрузок, наоборот, разгрузку давать. Соответственно, например, сердцу. Тренировать сердечную мышцу или как он называется. Я не знаю, не сильно вот. И припрять сердечную мышцу. Кстати, вот еще, у меня плохое зрение. Асигматизм, у меня пиевый сухотепт. Для тех, кто плохо видит, если вот штангу вот так потягаете, не знаю, как называется стиловое упражнение. Я делаю все по 15, 4 по 15, не знаю. То у вас рта зрения даже хотя бы на время улучшается. Я не знаю, как это связано, как работает. Вот еще один важный патент от Игоря Петровича. Запакинтовать тот же способ, как увеличить хотя бы остроту зрения хотя бы на время. Конечно, это не благочает вообще некоторым противопоказано, у кого плохое зрение. Чтобы там сядка или еще не отгрелось. Читал такое. Ну, что же для себя. Ну, вот у меня если позанимаешься, даже с этого зрения, на время, на этот день, знаете, улучшается, если позанимаешься, со штангой, со всем. Не знаю, как это все работает, не знаю. Поэтому врать не буду, говорю только факты, как работает у меня организм. И его взаимодействие с чем-то там, с физической активностью и так далее. С своего личного опыта. Медикам, возможно, на заметку. Четыре по пятнадцать, я имею в виду, что я все делаю по четыре подхода на все упражнения. По пятнадцати раз повторов. Ну, различные виды упражнения. Что жим, штанги, что... Ну, это... Ну, как сказать... Прокачка или прокачка на мышцы этих... Как они на руке, бицепсы, кто-то, не знаю, чтобы не разбирать название. Трицепсы, бицепсы, блин. Что приседания. Ну, в общем, делаю по четыре по пятнадцать разными длинами, нагрузками. До девяносто килограмм, штанга, делается. Сколько получается? Десять гриф. Два по пять. Так, десять, два... Десять, два, двадцать, да, двадцать, я делаю. А, ну, и, может, пустой гриф, ну, так-то так... Никого толку, мне не будет спроса поднимать. От пустого грифа, от десяти, в общем, до девяносто делается штанга. Вот, до девяносто, я заканчиваю такое... От пола, так вот, как это называется, штановая тяга, девяносто. А, семьдесят, жму еще, даже когда я разогреюсь на пятьдесят килограмм. Ну, это просто лично, лично... Сорок-пятьдесят разогреваюсь, потом семьдесят, подключаюсь. Максимум девяносто только штановой. Так, я еще не могу сжимы лёжи делать девяносто пока. Но штанг вешу семьдесят килограмм, может, из-за этого. Но я, почему легче бегать, когда семьдесят килограмм стал веселить. Легче бегаю, не хочу набирать мышц массу. Не на сушке я хожу, и не на... И не на... Как сказать, там... Как мне говорят, сушка и это... Что они еще, что-то есть. Набор мышц и масса, это как называется? Вот, уже да, забыл это слово. Сейчас вспоминать, буду полчаса, блин, сидеть. Ты, говори, сейчас на сушке, и меня спрашивают, надо даже коллеги по работе, кто там есть, у нас пара спортсменов. Ты на сушке сейчас или на наборе? Как она, на массу набор называется? А, на массе, на массе, так, не бывает слово, набор массы. Ты на массе или на сушке? Я говорю, не на том, не на том, просто поддерживаю здоровье. Не хочу говорить, не с шортенагером, а тем, как мне легче. Вот, семьдесят килограмм есть у меня стабильный, где свяжет четыре года, он так одинаково. Семьдесят плюс-минус небольшой. Балет, семьдесят восемь килограмм, бывает семьдесят четыре максимума. Я хожу к килограмм при росте метр девяносто, зато бегать легче. Вот. Поэтому я делаю всегда четыре подхода по пятнадцать повторов с разными весами. Работаю, очень много упражнений. Как режим лёжа, как приседания со штангой, как просто протачка биццерсов, как от груди. Ой, да их очень много упражнений, видов упражнений. Ну, я делаю четыре по пятнадцать. В целом, в комплекс упражнений целый делаю, ну, каждый день, байт, через день, чтобы можете отдыхать. Два, день, через день, байт, два-три раза в неделю. Ну, целый фитнес-зал на домодах. Накопил, прикупил хоть простой двор, нет зарплаты десять тысяч рублей. Накопил, прикупил себе тут целый зал у меня, считай, что оборудовал. Свой фитнес-зал, так сказать. Уже просто рассказывать, чтобы ты не ходишься. Фитнес-зал на дому, так сказать, в комнате, в квартире. Вот. И в целом, да, вот, что я хотел сказать. Занимает мне, что это еще и плюс кардио, и обычная фута занятия спортом не меньше двух часов в день. Делаю по четыре подхода, 15 футов. Четыре по 15 называется. На разные упражнения. Упражнения у меня в целом, сейчас я посчитаю различных. Ой, да много, не меньше десяти получается. Что приседания, что штанг, что жим лёжа, что на бицепс, трипс, абсолютно принимающие гантели можно соблюдить. Вот, иди по пять килограмм лежат. А там можно до двадцати килограмм, сколько там, пять. Ну, если гантели соединить, то получается пять-десять. Это два грипа, это гантель два. И двенадцать килограмм. В том, еще есть две, да, парадом можно. Хоть двадцать килограмм сделать, хоть тридцать из него, хоть пятьдесят. Дамтелли, две дамтеллина. Очень много комплексов, в районе не меньше десяти. В районе различных. Делаю, в день получается, какого занятия, общее число. Два по два часа и нормально. И норма, как говорится. Потом всему телу приятно. После занятий физической активности. Ну, все равно, на чем я остановился-то. Я сейчас как раз в кардио перехожу. Кардио-упражнение. С силовыми упражнениями закончил. Перехожу сейчас постепенно на кардио-упражнение. А, да, еще отдых. Сколько у меня отдых бывает? Ну, не меньше, не больше, не меньше 15 секунд, не больше 50 где-то. От одного подхода до другого. Ну, это лично у меня такая методика обработанная. У каждого, наверное, своя есть. Методика и так далее. Упражнение. А тут он начал сменять, когда я покупал каю. Там говорят, ой, да ты что, еще двадцаткой начал? Да я бы уже никогда не занимался, да это все делал в грушках. Сейчас уже 70. А землю же делаю. А там смотрят на мой 2014 год. Ой, да ты слабак. Я, говорит, в свои 16-18 лет там помолодёшь. А вот дендривается, по-русски говоря. Я ей, говорит, в 15-16 лет. Больше 50 килограммов жал. А некоторые пишут там, что кто взрослый. А я, говорит, давно уже за 100 килограммов жмал. А ты все еще 20. Я 20 начинал, до 50 добрался. Сейчас 70 уже тягаю. 90 мне тяжело дается, после чего я разогреваю все. Да и то есть в основной тяги. Максимально только в основной. Ну, это так, лично я просто, точнее, до личного опыта. Пока 70. Но учтите, примите к свинью, точнее, на дому из личного опыта самоучка. Без тренеров, без фитнозала и так далее. Самоучка, бывший наркоман, компьютерный, игроман, точнее. Ну, это почти одно и то же, игроман, наркоман. Это те же самые, говорю, фу. Легальные цифровые наркотики в современности. Современные. Современные и легальные. Так. Легальные и современные наркотики. Вся эта зависимость, когда я сам ушел от этого, самостоятельно, самоучка, вот перешел на спорт, на другой продукт питания вообще, изменился в определенный образ жизни. Но перешел на новый образ жизни, и довольно не жаловешко. Все лучше, чем лежать, ну, заниматься чем-то. Полезно, говорю, все лучше, чем лежать, сидеть перед экранами и мониторами, или вовсе обжираться там. Где у меня там кухня, там у меня там. Вот это лучше и полезнее, чем заниматься физической химнодией, спорт. Намного. А некрофилам, которые там с подсарым видео все еще пишут, и не смотрят даже на даты 2014 года, которые думают все еще застрял на старых весах и на том, чем жил там. Некоторые еще и подсарым видео, где в 2008 году еще начинал создавал видеоканал, чем я питался, все еще пишут. Фу, жильдяй. Да блин. Они вот действительно некрофилы. Или просто кто-нибудь там тролли, никто не знает, как их называют еще. Хейтеры. Что-ли, кто-нибудь там еще называют. Будемые. Как их только не называют все современные. Языком. Вот. Те, кто все еще пишут. Ну, я говорю, ну, бог в помощи, бог судья. Или это, пусть говорят, в общем, некрофилы, блин, долбаные. Не смотрят даже на дату, все еще пишут и думают, что я все еще застрял на том же весе, все еще в компьютерной игрушке, даже на дату не смотрят. Играют там по некоторым игрушкам, которые я раньше записывал. Особенно раньше, потому что других интересов у меня не было. В жизни. Все еще пишут там и так далее. Спрашивают что-то там. Ну, пишите, пусть говорят, а это что-то там упрекают, оскорбляют меня, обзывают. Ну, пусть говорят, я уже устал от внимания таких людей вообще. И что-то им объяснять, потому что ничего никому не должен объяснять, доказать. Пусть говорят, пусть пишут. Главное, что смотрите, какая лаза будет, и сами такими не станете ли. А до хихиха-ха, а потом сами это возвращаются, как я уже не раз рассказывал. Ну, вот снова, не хочу повторяться. Те, кто, наверное, смеялся на работе, чтобы как такой живот отрастил. Сейчас сами, уже когда немножко стали в возрасте, сами, ну, 10 лет назад было, я уже 15 лет работал, наверное. 10, когда сейчас они сами постарели немножко в возрасте, стали, сами с животами стали. Все к ним не вернулось. А я, наоборот, ближе к старости, сейчас мне под 40, уже 4-й десяток доживаю. Наоборот, оздоровился и похудел, постранил. А сами теперь советов спрашивают, как ты похудел, Петрович? Ну, расскажи нам. Так вот. Фиг он. Ну, нет, я-то такой, что открытый человек. Все равно рассказывает, как. Ну, и так понятно, меньше жрать, больше заниматься. Поняется похудеть. А больше жрать, меньше заниматься, потолстеть. А одинаково жрать и заниматься, равняется стабильность. Все понятно тут весь. Калория каваногории, потери веси. Так же понятно, в калориях этих. Ну, я ее этими словами не пользуюсь. Так просто. Вот такая вот истина. Я уже рассказал, повторяться не буду. Все просто. Ну, не просто, но задумываться стоит. Это еще, кстати, и к тому, что все в жизни, время связанное, гумерангом возвращается к человеку. Тем, кто смеется, потом сами такие становятся над людьми. Особенно те, кто болел, люди над ними смеются. Потом сами, в двойном размере, получают то же самое. Что-то я никогда не смеюсь над человеком, у которого какие-то заболевания. Но ты же грешно, блин. И так понятно, блин. Ну, что ты смеешься над ним? Неизвестно, как твоя жизнь будет сложиться. Кто будет смеяться потом последним? Да и не будут над тобой смеяться, надеюсь. А кто над тобой опять потом смеется, если ты таким станешь? У тех еще хуже случится. Неужели непонятная взаимосвязь в жизни? Такая, как говорится, Бог им всем судья. Пускай смеются. Ой. Я говорю, через таких людей, представляешь его, как мне легче стало. Что через таких людей просто Бог испытывает тебя, как ты поступишь. То есть, вот если просто представить это все, что я испытываю Бог, и отпустить этого человека. Ну, пусть смеется. Ты, главное, не подавляйся ему, а то с собой в нем еще хуже случится, чем уже есть. Пускай смеется. Неизвестно, как его жизнь сходится. Может, сегодня он смеется, а завтра, ну, я ходу такой, говорит, фу-фу-фу, я никому не желаю этого. А завтра, это же обрано, говорю, а завтра сам под машину упадет или что, фу-фу-фу-фу-фу, все равно. Я всего доброго всем, наоборот, желаю. Всегда, даже когда ухожу, там откуда-нибудь, или по работе к кому-нибудь захожу, всегда, когда прощаюсь, говорю, всего доброго. Они говорят, и вам, молодой человек. Вот, если не желаешь, у меня даже, в мострах своих плохого человека, то есть с тобой, фу-фу-фу-фу, ничего не делаю. А если желаешь уже личного опыта, то с теми людьми тоже подобное, или еще хуже случится, возможно. Еще и про тех же рассказывал недоброжелателей, с которыми водителями катался. Да хоть бы ты там перевернулся, сгорел, или еще какие-то, и у тех же сгорали, либо дачи, даже, ну, нет, ничего смешного. Либо сами в ДТП попадали, вот. Все взаимоотвратно, есть как бумеранги добра, так и бумеранги зала возвращаются. О бумерангах добра я тоже уже рассказывал. Добрые поступки совершаешь, вот те же я на рынке, я уже не раз рассказывал, деньги, как нашел. Помог одному человеку, и ко мне вернулось тот же день, в двойном размере, добро. Также именно зло, зло в двойном размере возвращается. Хотите верьте, не хотите, нет, это все из личной жизни. Из личного опыта. За 34 года чего только не повидал, сам чего только не испытал в жизни. То же самое, вот я говорю, я не опыта была эту историю рассказывать. Нет, зачем сейчас, я уже устал, и надо закончить. Я вчера столько историй тоже рассказал, нет, позавчера это получается. О том, что меня из-под машины, как-то чудесным образом, из КамАЗа выбросило, что я не попал под него на 2 метра. Я уже окрещеный, в детстве верующий человек. Ну, это лично моя вера и в его просто не хочу обсуждать. Это личное дело каждого. Есть такая сила, просто я сам по себе думаю, не знаю, плохо, или как называется, потому что я верю, что какая-то есть сила, но не знаю, как она называется. Что меня оттолкнуло на 2 метра, что я не попал под колеса машины, переведая дорогу, когда я в детстве, говорю, в село Казанское учился. Там приятель тоже, свидетель. Бывают такие случаи, что меня вот этот еще никому не рассказывал. Стоит ли рассказывать. В детстве я учился еще. Двое мужиков на меня напали, говорят, деньги есть у тебя или нет. Я говорю, нету. Тетя говорит, врешь нам. Они поддатые, поддатые мужика, а я еще учился в школе. Приятель сразу убежал как-то, а меня не задержали, за шкирку взяли. В подъезд заволокли и начали уже рыскать. Не нашли, начали сбивать, снимай, говорят. Я говорю, да за что вы меня бьете? Они даже не смогли вопрос ответить. Эти два мужика взрослых, а я, пацаны, что я не могу не убежать, ничего в подъезда. Пока его оба держат. И сбивают. Говорят, и они говорят, посмотри, какой у тебя приятель убежал сразу. Вот, а еще вообще-то указали на него. А я, значит, башкой в стенку, у меня его все долбили, так все болело, блин. Я, я это, уже молился, господи, да за что они меня бьют, уже взяли церевел там. И в этот момент, в этот момент, как раз там двухсквозной был из другого подъезда, вбегает, то ли, как я понял, их девушка, то ли что, и они за ней сразу тоже отвлеклись. Вот в этот момент, да может, не их была девушка, чтобы прикрыть просто там, ну, кто-то девушка каписла, короче. Это он, когда уже взмолился, говорит, господи, да что такое. Я думал, уже подохнул там, мальчик, поясом, мальчик, маленький. Я не знаю, что этим мужикам надо было, денег сказалось или нет, ничего, они уже курсы сказали. По-моему, даже кофту забрали. Кофту снимай, все, снимай, снимай. Я говорю, нет, что там, не помнишь, что там било там, все. А в тот момент, когда я взмолился, хотите вертик, или нет, из подъезда, из другого, вышла девушка какая-то. Я потом боялся, даже обходил этот подъезд, это цена, кто она у нас там получает, Демьяна Бедного, она там получает, там Ашан. Демьяна Бедного, и кто там еще, какая-то улица, как называется-то. Демьяна Бедного, там и депутатская, какая там еще улица. Демьяна Бедного. Демьяна Бедного, депутатская, кто какая-то там, что-то будет, сейчас вспомнил ее. Сейчас я улицу просто у нас забыл. Какой-то улице случилось. Демьяна Бедного. Чаплина, Чаплина, вот по Чаплину случилось, я думаю, я всегда запомнил. Вот он маленький его. Чаплина, Демьяна Бедного, там пересечение в том доме. Так блин, еще орал, блин, никто не вышел из этого, ну что, никому ничего не надо, блин. Все боятся, наверное, сидят. Хожу в полицию, и кто-то сказал, помогите, все орал бесполезно, ни один житель не вышел. Может, никого дома, конечно, не было. Может, сами боялись. Так вот, эта девушка, только когда я взмолился уже, блин, девушка, это вышло, они за ней побежали. В этот момент я выбежал со всего пару, блин, и не отоглядываясь, убежал, я за весь избитый. Все болело, все ребра, все, блин, долгое время. Ладно, что молодой еще был, все зажимал. Потом, потом очки я еще там потерял, все разбил. Мать ходила в тот же день, искала их. Ну, естественно, я еще с родителями тогда жил. И очки мои нашла, разбитые, принесла. Я говорю, у меня плохое зрение передалось. А вот настордался, в общем. Ну, говорю, что такая-то сила есть в этой жизни. Сейчас, говорю, ушел, что вот для поддержания сейчас. Я тут, фу, сам кому хочешь, блин, ну не перестану. Я говорю, нет у меня ничего. Все, и пошел, они сразу смотрят, говорят, ну, с таким, наверное, иногда думают, получай. Кто-то думает, не связывает, кто-то, кто-то все, ну, пытается докопаться, в очках хожу. Кто-то видит же сразу, что с таким комбалом связываться. Кто-то что-то видит, сразу же. Ну, читают же людей, как говорится, по внешне, по всему. Видят, что занимаются. Может, не все, может, я задачи дам, блин, кто его знает. Драться-то я не раз уже, рассказал там в одной истории, приходилось только пару раз. Там, потому что я совсем неровный, он не без шансов был, он пацан молодой, и эти два. А в этом приходилось только в лагере, там, пару раз в колледже, в лагере. Не знаю, как, я же необычный был дратся, но в лагере еще был более-менее стройным все такое. Потом уже после этого начал выполнить, в лагере школьном еще был. А выполнить я уже начал, когда вот в колледже поступил, там, от 20 до 30 лет выполнял. Заканчивал как раз, подсадился на это же дело. Как раз уходил даже от всей 2 месяца, все. Но сейчас, ладно, избавился более-менее. Два часа не больше трачу, и то тяжело стоит. Так вот, что-то не сядет, да. О чем я? А, да, драться приходилось только в школьном лагере, когда я туда попал. И как-то, говорю, завалил, не знаю, это надо, стройнулся. Сейчас-то, может, тоже бы кого-то завалил, не знаю. Но вот когда я помню, он бы точно не помню. Вот как-то я его завалил. Ну, там, оскорбил своего соседа, говорю, по комнате. Я ему выражаю, говорю, Пашка, какаш, где-то услышал, считал, что пидеревяшка. Он пошел, ну, я говорю, обязан тебе, говорит. Ну, обязан, чтобы подраться, чтобы отстоять своих. Ну, так там, не знаю, чтобы, ну, просто обязан был подраться, там, вести для слова плохое. Ну, так получилось как-то удачно. Сами вообще тоже не занимался, что я его повалил за шею, под ножку. Отец меня немножко учил, он вон-то армии прошел, а мне нельзя было по зрению. Каким-то там пару приемов через бедро перевалил. Блин, все девчонки в тот же день, вот эти девчонки-то любят защитников, все-таки сил. Через бедро, ну, потом нас разняли. Там дальше, потом, завалился у него, начал тоже махать вот руками, дети были на щеку. Нас поварихи там растащили. Ну, девчонки, блин, в тот вообще момент кредит. Я нифига в этом не разбираюсь. Всю жизнь я одиночка. Я не понимал, говорю, что у меня вам надо. Вот. Ну, они даже в баню приглашали. Говорят, пойдем к нам, говорит. Игорьев. Когда в душу мылись, там, заходи к нам. Я раз душу перепутал, мужской и женский. Не помню почему, темно еще было. Заходи к нам сразу. Ну, клеились, в общем, бегали, смотрели, значит, в глазки старые, я нифига не разбирался. Вот. Тот же век, век, век учись. Ну, вот эту историю я всегда запомнил, блин. Ну, что-то спасло, вот от чему. Что-то все-таки в нашей жизни есть, как леченое, может быть, это. Я рассказываю себе, да видите, как на духу сам такое не выдумаешь, блин. Все это личная жизнь. И вот эти вот то, что взвывет, изъявлено. Как ты такой себе живота-то растил? Ну, вот запоминается же такое. А теперь сами животами, большими животами, с отвешенными. Вроде все рассказал. Все было рассказано к тому, что я начал понимать и сознавать, что каждое слово, каждое действие нашей жизни имеет какой-то смысл. Ничего не бывает зря все-таки. Но все-таки 34 года уже начинаешь понимать и осознавать, и признавать, принимать, наверное. Ничего не бывает зря. Ай, за каждое слово, каждый поступок наступает какое-то последствие ответственности. Я не знаю там что-то. Ну, что-то такое есть в жизни необъяснимое или какое-то непонятное, что не объяснить, что оно есть. Ну, что-то такое есть. Выше нашего понимания и осознания. Какая-то сила. За гранью нашего, так сказать, понимания и осознания. Не знаю, это Святой Дух или что там. Господь Бог или как называется эта сила. Но что-то такое есть в жизни. Это уже не раз доказано, рассказывано и показано даже из вечной жизни. Зачем свои 34 года. Из личного опыта, из личной жизни. Или те же самые походы по любимой девушке на ее работу, после которых в тот же день я ломал ноги. Но уже не буду повторяться. Она была против, что я лезу в чужие отношения. Нельзя лезть в чужие отношения, тем более, что в семье. В те же дни я ломал ноги, так повторялось три раза. Но я не раз уже рассказывал, поэтому не буду повторяться. Все это из предыдущих видео. Нам уже заканчивать вообще. Что-то такое есть в общем нашей жизни. Какая-то сила. То есть, наказан, получил свое наказание. Я так считаю. Но ничего не могу поделать, что я с вами чувствовали. Но не знаю, что дальше будет. Пока девушка против, видимо. И тем более, что у них семья будет. То лучше не лезьте в чужие отношения. Я так понимаю. Сделали вся выводы в семье. До сих пор, блин, хромаю же. Раз что-то бережет их отношения, то лучше не лезьте к ним. Это я уже четко поняла, осознала. По крайней мере, на данный момент. Ну, 2018 год. Дальше посмотрим, пожрем. Что будет дальше, сам, не знаю, жизнь покажется. И это что-то, что самое главное, меня не пускает, не допускает в их отношениях, чтобы я вмешивался. Видимо, уже дало мне все, что нужно было через эту девушку. Я уже рассказывал тоже не раз. Уже, наверное, надоело всем слушать. Даже особо неохота потеряться. Моя бабушка Зоя Нестерновна из села Казанская, Тюменская область. Как раз умерла. И через год я встречаю, когда мне совсем уж плохо стою при смерти. Именно моя бабушка тоже была медиком. В сельской больнице. И встречаю ту девушку тоже, которую влюбляешь в ней. И оздоравливаюсь благодаря ней. То ли это переселение души, не знаю, как называется. Ну, это особо такое нервное, что-то такое есть. Вот. Какая-то села. Видимо, все уже от этой девушки надо действительно... Закончить, как она просила меня отпустить. Отпусти, чтобы я ее отпустил. Отпусти меня, говорит. Видимо, уже надо забыть ее, отпустить действительно. Все просит сама девушка. Вот сейчас вот начинаю осознавать, понимать что-то. Пускай нам будет сейчас, и вот другие молодые. Но чего-то не только долго, они и жениться, конечно, тоже не мое дело. Когда детей-то растить, еще даже детей у них нет. Значит, тоже не мое дело. Но уже сами-то под 30 лет им, что девушке, что ее молодому человеку. А еще тоже даже не поженились, не то, что детей не нарожали. Говорю, со мной я понимаю скорость времени и так далее. Я бы уже сразу не только предложение сделал, но и детей бы уже завел. Хотя, куда тут на счете? Ну, не знаю, это не мое вообще дело, конечно. Что-то я не о том вообще-то говорил. Начал с одного, перешел на другое, а потом закончил третьим уже. Видимо, все так вообще и должно быть, как есть сейчас. Все так и должно быть. И все было не зря. Но от них уже лучше отстать. Ну, я вот 34 года жил один, наверное, одна у меня судьба. Ну, такая жизнь уже бы не привыкать, раз не получается ни с кем, что-то. Но что-то все равно оставляет, надо сказать, что-то на память. У меня, видимо, все ужасы девушки. И он здоровил, и он дарил, и ей, возможно, что-то на память, если я оставил. Может, теперь наконец-то поженятся. И детей наружают, и будут счастливы. И я буду счастлив за них. Меня отпустят тоже, наконец-то. Даже не знаю, что они тянут. Не знаю. Ну, и не мое это дело, конечно. Да, ведь забыть уже надо все как-то. Как хороший сон, не как плохой, как хороший сон в моей жизни. Главное, полезный. И главное, что это был опыт какой-то на жизнь. Ну, ладно, все уже засыпаем. Познавательный опыт, так сказать. Познавательный. Интересно, сколько данный вечер опыт по времени занимать. Что-то, по-моему, очень долго уже разговариваю, размышляю, рассуждаю, думаю, мысли, задумываюсь. Ну, что, взрослый человек, одинокий, что еще делать, как не задумываться о жизни? Или просто жить ее? Слушайте, ну, я и так живу же и задумываюсь. Так время свое свободное провожу. За размышления, монологи. Перед сном, перед сном, да, на ночь глядя. О жизни. И вообще все обо всем. Ну, вообще, попросту говоря, если еще женщина ходила, девушка, по слову, в той же истории из лагеря. Там все просто было, что я так не понял ничего. Тогда молодым еще был, маленьким. Там то, что истинно возможно открылось, что женщины просто любят мужчин. Уверены все мужиков, кто может себя постоять. Вот поступок совершил, все. Весь лагерь тогда были, блин, бегал. Там меня из-заигрывали, пинали, подпинывали, что-то как всегда. Ой, я ничего не знаю. Я все, сейчас тоже понимаю, что это заигрывали. Глазки строили. Пытались познакомиться со мной. Целый поллагеря девушек, блин. Вот и все из одного поступка мужского. Вот так бывает. Ну, я тогда был еще мелким, и нифига не, тормоз, короче. Сейчас-то больше стало задуматься. Но туда не воспользовался момент, говорит, тогда неинтересно было еще, ему надо дорожать. Побегать было интересно, да просто, что мы делали в лагере. По деревьям лагеря, купались, блин. Что только мы делали, бегали с пацанами. Ну, тогда еще за девчонками так и не верюся. Сейчас бы я помню. Ну, сейчас по мужику я, конечно, уже плачу. Старик был. Сейчас бы я, докажи себя в той ситуации. Но он по-другому после всего понял. Тогда нифига не понимал. Опустил момент. Вот так. Веки, как говорится, веку чеки. Вот что-то девушки любят, мужика ценят. Множественность мужиков, короче, настоящих. Ну и решительность, соответственно. Сейчас только начинаешь понимать, спустя какое-то время. Я совминователь. Хотя сейчас, в наше время, даже для этого мало недостаточно для женщин. Они вообще более успешных еще любят деньги. Сейчас все деньги, блин, решают в основном. Мало кто сейчас душевные ценности достает. Сейчас это материальные ценности, но более успешных. Не только сильных. Даже сейчас у мамы-то мало кого возьмешь. Больше материальные все ценности. На первом месте сейчас у женщин и девушки. Не у многих, но не у всех, конечно. И не у многих. Ну, у большинства, можно сказать. Ну, как сказать. Ну, надо, да. У большинства, наверное. Ну, они о семье, конечно, тоже о семье думают. Я чуть-чуть не поговорил о себе, о семье. Свообеспечить семье и так далее. Ну, вот такие вот романтики. Вообще, на последний раз не вращать. Сейчас эта романтика никому, блин, нафиг. Почти никому не нужна. Сейчас больше нужно кошелек. Успешность. Сила. А еще лучше все вместе, она. Вот, кто сейчас не согласен. Мы все правильно сейчас думаем. Правильно же. Еще все лучше вместе, когда здоровый, сильный, успешный. При этом еще уверенный в себе. Мужик, короче, такой настоящий. Успешный мужчина современного времени. Короче, принц на белом Мерседесе. Вот сейчас, кто нужен женщинам. Кому нужен сейчас? Нищий романтик. Вот так я сказал. Конечно же, мало кому. Но одинокие я уже тоже перечислял. Вот отчего. Мало доверяю теперь людям из-за всех этих случаев, которые перечислил в данном видео. Поэтому и пытаюсь меньше знакомиться с кем. Одному уже привык жить. Один привык. Одному. Не то, чтобы легче. Тяжело, конечно, одному. Но мало доверяю сейчас людям после всех этих случаев. Как я уже сказал, в детстве, которые со мной случались. Доверяю к незнакомым людям. Жизнь так сложилась. Один привык. Одному привычнее. Не то, чтобы проще, я скажу, легче. А привычнее просто уже одному жить. Вот и все. Одинокий, однолюб. Вот так можно сказать. Трудоголик. Ну и отшельник еще. По-сумистичному. Но нравится все равно, когда я отработаю, с людьми другими быть, общаться. Я говорю, я со всеми и ни с кем. Поэтому ты отшельник. Подпись только сделала. В ВКонтакте. На аватарке одной из моих фотографий. Так уж жизнь сложилась моя. Все поделаешь. Я со всеми и ни с кем. Со стороны, наверное, это выглядит. Со стороны, наверное, все выглядит, как некая жалоба, что ли, на жизнь. Но я особо не жалуюсь на жизнь. Я уже привык так жить. И мне нравится моя жизнь. Какая бы она сложная ни была. Уже привык. Потому что, наверное, сила привычки. Как тебе говорят, на силу привычки надо менять. Плохая у тебя привычка. Говорят, ну так привык. Просто на что поделаешь. Просто другой жизнью, потому что не жил. Не знаю, может быть, и другая жизнь понравилась бы. Я сам ничего не знаю. Но пока я просто привык к такой жизни. То, что она мне нравится, не нравится. Просто привык. Это была не жалоба, а просто личного опыта, крик души, так сказать. Ну, вот видите, то, что наболело, не жалоба. Это все равно мне нравится жить. Жизнь нравится. Тем более, теперь все нравится. Стал интересоваться, когда многим, много интересов появилось в жизни. Тяжело, конечно, жить на такую зарплату еще. Тем более, одному. Но привык, живу. Пусть это будет просто, так сказать, ну, историей личной жизни. Все. Поделился историями своей жизни. Надеюсь, никто в основе не воспользуется, как откроешь свою душу, так некоторые начинают твоими слабостями пользоваться против тебя, твоими слабостями. Когда-то, короче, поэтому я недоверительно отношусь к людям. С недоверием к людям отношусь ко всем, причем мало знакомые, не знакомые, тем более. Или, как говорится, доверяй, но проверяй. Еще лучше перепроверяй. Пожалуй, на этом я все и закончу. Действительно, на сегодня, второе, ну, второе февраля 2016 года, ну, второе, ну, второе 2016. Спасибо всем за просмотр. И да, все в нашей жизни не зря. Всегда есть какие-то знаки и так далее. Свыше, не свыше там, но ничего не бывает зря. Вот это главное запомнить. Во всем есть свой смысл. Как в словах, так в действиях, поступках. За все рано или поздно наступает ответственность. То есть платить приходится. Точнее будет сказать, выразится даже так. За каждое слово, каждое действие в жизни наступает не только ответственность, но и какие-то последствия, во всем есть свой смысл. Ну и неминуемая расплата рано или поздно. Ничего не бывает зря. И просто так. Во всем есть свой смысл. Скрытый или открытый, тайный или нетайный, но он и есть, вкладываешь. Все за чем-то и для чего-то. Просто раньше я его все это не вникал, а через возраст там. Больше я это начал понимать, осознавать. Это личный опыт, это личная жизнь. Понял, что все не зря в этой жизни. Как-то взаимосвязано, взаимодействует между собой. Вообще, в жизни всегда стараюсь искать свои плюсы и минусы. И довольствоваться малым. На этом точно все. Хватит на сегодня. Я сильно устал уже. Отдыхать пора. Всем спасибо. Всем до свидания. С вами был Игорь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok